Олег Николаевич, вот уже второй день, Саратовская область бьет рекорды по числу выявленных случаев ковид. Какова на самом деле сейчас реальная ситуация и что в общем-то в ней делать, как из нее выходить? Уже больше полутора лет мы живем как на вулкане. Да, я правильное сравнение, что это вулкан, потому что вот это вот количество случаев, это как раз магма, которая вытекает. А у подножия количество больших инфицированных, количество больных, которые не обратилось, количество больных, которые не сдали ПЦР, которые занимаются самолечением в том числе, которые в определенном смысле игнорируют все эти процессы, но когда становится плохо, совсем плохо, тут разбежать нельзя, тут уже нельзя дышать нашим воздухом, тогда они обращаются и едут к нам. Вот до сегодня мы госпитализировали за ночь, только за одном за ночь, 278,5 пациентов. Это огромное количество. Скорая, конечно, работает на пределе, потому что каждый старается и вызвать скорую, и врача одновременно, я уже говорил об этом, и чтобы пришли быстро к нему. Надо понимать, что любая система конечная, несмотря на то, что мы увеличиваем количество врачей за счет студентов, увеличиваем машину путем приема новых фишеров и водителей, но мы тяжело успеваем за ростом этого заболевания. Самому заболеванию по себе мы, как бы вы сказали, полтора года, мы уже научились его понимать, знать его принципы, но вирус мутирует, появляются новые формы, видите ли, дельта, которая к нам зашла. Сейчас говорят о других формах, которые также заходят на территорию. Что надо делать? Надо первая основа, когда мы вошли в первую полосу, нам было страшно даже врачам, потому что мы видели перед собой вот этот цунами, поднимающийся из других стран. Нам дала аутоизоляция, помните, жесткое время подготовиться. Мы открыли койки, на сегодняшний момент их вот сейчас у нас же 3700. Сразу скажу, что продолжаем открывать новые койки, потому что город испытывает потребность в людях, которые нуждаются в кислороде. В ближайшее время 10 коек Турки, 60 коек областная больница, 40 коек первая клиническая больница и готовим на 150 коек первая больница города Энгельса. То есть массивы такие. И рассматриваем вопрос, чтобы не навредить, конечно, еще кроме, не должны забывать, что кроме ковида у нас есть другие заболевания. Никто их не отменял, их не стало меньше, а даже больше, потому что осложнение ковида тоже дает себя знать. Это третья клиническая больница, открытся там еще отделение. Это вопрос мы сейчас очень жестко прорабатываем. Смотрим по необходимости, по объему и по, чтобы я же рассказал, не навредить основным заболеваниям, которые третья клиническая больница взяла на себя. Вернусь к своей первой мысли. Тогда нам было страшно, когда надвигался этот тунамин. Но сейчас четкое заграждение, гора, которая ее установит, придумана. Надо понимать, что до этой горы у человека 55-60 дней. Это вакцинация. Уколов вакцину, мы не получаем сразу защиту. Это надо понимать. Защита придет к нам, внутри нашего организма, только на 50-60 день полноценный. После второй вакцинации, если это спутник. Почему на пунктах вакцинации об этом не говорят пациентам? Об этом говорим, об этом пишем, об этом в каждой статье, в интернете, на каждом шаге об этом говорим. Но какой-то вот та, как бы я сказал, нигилизм к вакцине, он почему-то настолько прочно занял у некоторых в сердцах это место. Но до какого момента опять? Я не буду называть ни фамилии, ни имена, ни примеры. Плакать хочется, когда разговариваешь по телефону с людьми, которые умоляют чем-то помочь, что у них умирает тот или иной родственник. На мой вопрос, почему не появились ответы такие нелепые, не успели, собиралось, думаю, но у всех всегда потом один ответ. Какая же я была глупая, что этого не сделала. Но здесь уже, когда легкая может быть разрушена этой инфекцией буквально за считанные дни и даже часы, пути назад уже может не быть и не поможет ни деньги, ни положение, ни квалификация врача в этом случае. Такие бывают и есть такие примеры. Особая категория, еще раз вернусь, это наши женщины, которые хотят стать матерями. Вот эта нагрузка биологическая на их организм, плод, мать. И плюс вирус очень носит тяжелый тверчающий фактор, особенно когда есть какое-то сопутствующее заболевание. И здесь мы должны взвесить, вакцинация после 21 недели для этой женщины, она приносит больше пользы, чем то, что может произойти. Можем потерять двух человек. Есть умершие в этой категории. Это самый, как бы, показатель такой. Врачи делают все возможное, могу сказать. Это консультация Москвы. Это все виды препаратов, которые только могут просладиться. Но мы все равно можем и теряем их. Если сохранится тенденция с ростом заболеваемости, насколько хватит тех больничных койек новых, которые открываются, с какого запаса по времени? Мы открываем койки непосредственно по необходимости, потому что нужно понимать, что излишние койки, они тоже не могут долго находиться. Это, как бы, не то, что затраты, нужны кадры. Кадры, которых у нас не то, что нет. Но если бы были где-то локально, мы пригласили бы Самары, Сулгограда, как это делается. А у них происходит ведь то же самое. Реально, кадров профессиональных, которые можно растянуть на реанимацию, реаниматологов, инфекционистов, их просто действительно нет. Мы переучили всех врачей, всех специалистов, да, обучили. Но надо понимать, что это все равно добавочный метод. Поэтому койку-то мы откроем, нужно врачей найти еще будет, кроме этого. Вспышка обусловлена нашим первым сентября, который сейчас. Отсчитайте назад, когда у нас подъем пошел, 15-го, жесткий, такого сентября. Отсчитайте назад 15 дней. Видите, что это 1 сентября дети пришли в школу, встретились, родители собрались. Начался активный приход со всего региона, все перемешалось. Ждем падения. Это как раз был мой следующий вопрос, насколько начало учебного года повлияло на цифры. Стоит ли переводить детей на дистанционку? Это индивидуально сейчас решается. Часть классов закрывается, я знаю. Занимается этим Росепетнадзор. Мы не можем, мы просто видим, что среди детей есть уже заболевание. Рост идет. Но он еще обусловлен сезонным ростом и гриппа РВИ. Который в осенний период приходит определенный. Еще это не самый пик, как я понимаю, это дело. И они параллельно конкурируют с этим ковидом вместе. Сочетанно к формам, как раз жестких таких еще не наблюдали клинических. Но то, что РВИ есть тяжелый, есть тяжелый ковид. У детей в том числе. Это мы видим, и рост детского заболевания мы тоже видим. По поводу еще новых больничных мест. Когда стоит ждать ввода в эксплуатацию новой инфекционки? Инфекционная больница практически построена полностью по строительным чужим. Идет отладка оборудования. Там очень сложное оборудование. Это и приточно-вытяжная вентиляция, и давление положительное. И установка компьютерных томограф, и монетавров. Нам чем быстрее, тем лучше. Мы будем делать все возможное. У нас оборудование уже на складах лежит. Как только нам строители отдают ключи, мы начинаем его монтаж. И будем очень нужны больницы. Я планирую, думаю, что ноябрьские праздники мы уже сможем с вами там встретиться. Уже в лечебном корпусах. Только не пациент. Вот я об этом, да. Последний, может быть, вопрос. Вот мы про школьников поговорили. Вы сказали, что все в индивидуальном порядке. А в целом людей стоит на удаленку возвращать? Ну, если это, опять, решение принимают исключительно эпидемиологи, в первую очередь. Но если вот это будет продолжаться в таком виде роста и не будет останавливаться, мы, как врачи, конечно, будем обращаться за принятием определенных мер. Это однозначно. Потому что для того, чтобы остановить, нужно сперва притормозить распространение. Притормозить распространение мы можем разобщением коллективов. Но это мы будем исключительно по ситуации наблюдать. На следующий момент, пока система работает, она при непосредственно тяжелом состоянии заболеваемости, вот этой, которую мы имеем, она все равно стабильна. Алексей Николаевич, давайте начнем с противоэпидемических мер, которые у нас принимаются против ковида, насколько они эффективны. Не кажется ли вам, что вот у нас правила, которые существуют на бумаге, про них уже все забыли, и те, кто должен их исполнять, и те, кто должен контролировать исполнение этих правил. Достаточно посмотреть, что у нас люди забыли, что такое маски в транспорте, в магазинах и так далее. Да, я абсолютно с вами солидарен. На этот счет, действительно, мероприятие противоэпидемические соблюдается из рук вон плохо. И я бы все-таки поделил, может быть, вакцинацию и противоэпидемические мероприятия. Одно другого не подменяет, не заменяет и должно использоваться вкупе. Только тогда мы можем добиться искомого результата. Искомый результат у нас — снижение уровня заболеваемости. Другого быть не может. Поэтому, говоря, противоэпидемические мероприятия, да, они не соблюдаются. Можно посмотреть, что происходит в транспорте. И если летом люди наши говорили, мы не можем ходить в масках, мы не можем в транспорте находиться. Жарко. Наверное, неприлично будет адресовать их, например, к жителям той же Турецкой Анталии, к Хургаде Египетской, где, как ни странно, температура значительно выше, чем в Саратовской области в летний период. Тем не менее, нет там людей без масок в общественном транспорте, в общественных местах. А мы можем столкнуться с отсутствием масок в Саратове, например, даже в аптечных учреждениях, понимая, что в аптеки приходят в основном люди или больные, или люди за лекарствами для больных, своих родственников, находящихся в группе риска. Ну как можно без маски? А я вижу даже в некоторых аптеках фармацевты, то есть те люди, которые обслуживают нас там, они без масок. Поэтому говорить о результате противоэпидемических мероприятий, качественном результате, конечно, не приходится. Причем есть абсолютные меры, на мой взгляд, с точки зрения эпидемиологии, не очень эффективные. Например, работа общественного, предприятия общественного питания после 23 часов запрещена. Ну вот с точки зрения эпидемиологии, ну давайте представим, кто ходит у нас туда после 23 часов. С точки зрения эпидемиологии, это большое количество людей, многих они смогут заразить, если они будут в 23 часа, придет муж с женой выпить по бокалу безалкогольного вина после 23 часов. Думаю, что немного. А вот в общественном транспорте в час пик, вот там бы я, наверное, ввел эти мероприятия ограничительные. А самое главное, не просто их ввести, эти ограничительные мероприятия, а осуществлять контроль за исполнением этих мероприятий. А существуют вообще какие-то эффективные профилактические меры против ковида? Профилактические меры? Да, начиная с масочного режима. Вот сколько угодно можно спорить на этот счет, и мы помним эти истории. Действительно, антимасочников у нас очень много. При этом для многих из них, у многих из них аргумент. А что, вирусная частица, такая крупная, что она не пройдет через споры маски? Справедливый вопрос. Но вирус не летает. Вирус распространяется исключительно с биологическим секретом, со слюной, слизью. А это уже большие капельки, переводя на русский язык. И маска, естественно, защищает, закрывает. Кроме того, конечно, маска не защищает на 100%, Но маска влияет на так называемый фактор, я уже сказал. И самое главное, что она влияет на дозу, инфицирующую дозу. Заболевание возникает в том случае, когда складываются несколько факторов. Это состояние макроорганизма, то есть состояние организма человека, Степень его иммунной защиты, разумеется, влияет и количество того патологического агента, В данном случае вируса, который попал к нам в организм. И чем меньше будет этого инфекционного агента, Тем меньше риск заразиться и заболеть. Вот маска является тем самым барьером, который защищает и снижает риск заражения. Вот вам, пожалуйста, одно из мероприятий. Конечно, вы правы, это не специфические меры защиты. Я как раз сказал, что расскажу о специфических и не специфических. Вот это не специфические. Не специфические меры защиты. Мойте руки. Механический способ, проточной водой. Вы смываете патологические агенты в максимальном количестве. А если вы еще пользуетесь мылом и моете правильно их, То есть вероятность, что вы уже не занесете с грязными руками вирусы в рот, в глаза, На слизистой оболочке себе. Закаливание, не специфический метод профилактики. То есть повышается иммунный статус организма. Капайте интерферон, гриппферон в нос. Это тоже не специфическая защита. Поливитаминизация, не специфическая защита. Понимаете, нет панацеи в данном случае. Но если мы используем все методы, то риск заболеваний снижается. И это все была не специфическая защита. К специфической, что мы относим в защите, вакцинация. Вот это уже препарат иммунобиологический. То есть тот барьер, который действительно выстраивается против конкретного возбудителя. Против коронавируса. Вот две большие группы мероприятий, которые надо проводить, если мы хотим уменьшить риск заражения. Алексей Николаевич, вот на первых порах, помните, нас заставляли еще носить перчатки. Люди скупали санитайзеры. Насколько они эффективны? Санитайзеры эффективны, и никто их не отменяет. Во всех лечебных учреждениях обязательно есть и на входе, и не только в лечебных учреждениях. Каждый человек, заходящий туда, может воспользоваться им свободно. Конечно, это правильное решение, и оно эффективно. Что касается перчаток, на мой взгляд, это изначально было спорное решение относительно использования перчаток. Во-первых, не все умеют пользоваться перчатками с точки зрения эпидемиологии. И еще неизвестно, где больше вреда или пользы от этих перчаток. Потому что люди их неправильно снимали после того, когда не могли быть инфицированы эти перчатки. И люди уверены, что делают все правильно и защищены. При этом напрасно, они так думали. И, на мой взгляд, перчатки абсолютно неэффективны. Многие их носили еще не один день. Совершенно верно. Вот в этом как раз вред и опасность. Все-таки лучше не пользоваться перчатками, но при этом всегда носить с собой санитайзер. Если у тебя нет возможности после посещения общественного места, например, сразу зайти и помыть руки проточной водой, то не возбраняется обработать их санитайзером. А потом уже по возвращении домой провести более тщательные гигиенические мероприятия. Но у нас, опять же, смотрите, у нас полумера. У нас, вроде говорят, надо ревакцинироваться через полгода, но это не обязательно. QR-код действует год. Пока да. Пока да. Может быть, стоит как-то двигаться в сторону ужесточения? Вы знаете, я вообще, в принципе, не сторонник жестких мер. Вот я сторонник убеждения, на самом деле. И, ну, если брать, ну, сами натолкнули. Возьмем Соединенные Штаты Америки. Джо Байден. Что делает президент Соединенных Штатов? Он обратился к нации и сказал, плохо вакцинируемся, медленно. Мы, я как президент, вам предоставил возможность. У нас есть столько-то вакцин зарегистрированных. Они бесплатно. Приходите, вакцинируйтесь. Хоть на заправках. Пожалуйста, в Макдональдсе вакцинируйтесь. Мы создали, открыли вакцинальный пункт, и вы не хотите этого делать. Поэтому мы вводим жесткие меры. Все государственные служащие обязаны вакцинироваться. Второе. Все компании крупные, имеющие в штате от 100 человек и выше, обязаны вакцинироваться. Все контрагенты правительства Соединенных Штатов, все компании, кто работает, кто констовары условно поставляет, обязаны вакцинироваться. Это обязательные условия. Первое. Дальше. Штрафы. В общественных местах без масок. От 500 до 1000 долларов. Если первый раз. Если попал повторно, 3000 долларов. Это заявление Джо Байдена. Как это будет работать, не знаю. В Китае возьмем. В Китае нет таких мер. Ну я имею в виду в Юане, как я понимаю, там не сильно наказывают и штрафуют. Тем не менее, режим исполняется безукоризненно. Безукоризненно. Ментальность другая. Ментальность другая. Им сказали, что так надо. Никто не обсуждает. Китайский народ поверил и принял необходимые меры. Мы видим, какой уровень незаболеваемости у них. Он очень низкий. В нашей стране другая ментальность. Другие настроения у людей. Поэтому жесткие меры, драконовские меры, я не приветствую вообще. Но при этом я считаю, что те, кто имеет риск заболеть, и риск его связан с профессией непосредственно, конечно, меры должны быть несколько жестче. На мой взгляд. Ну хорошо, вот не будем соблюдать противоэпидемические мероприятия. Не будем вакцинироваться. К чему это приведет? Ну давайте смотреть. Мы видим, летальность в Саратовской области не падает. То есть умирают ничуть не меньше, а как раз больше стали умирать. Причем все не вакцинированы. Министр уже об этом говорил. Госпитализации стало больше. Коек ковидных открываем больше. Вот не соблюдая все эти мероприятия, мы вот так работаем. Давайте, может быть, немножко с вами поговорим о практике. У нас сейчас сложилась такая ситуация, что люди, стоит им чуть-чуть заболеть, стоит чуть-чуть почувствовать, что поднялась температура, впадает в панику, начинают звонить в скорую, отсюда может быть и нагрузка на медиков излишняя. Вот как себя сейчас вести человеку, если он начинает чувствовать первые признаки? Ну там непонятно, ковид или простуда у тебя, что делать? Сплеск заболеваемости острые респираторные инфекции имеет место быть ежегодно. К острым респираторным инфекциям относится не только коронавирус, который сейчас занимает лидирующие позиции, ну а также острые респираторные заболевания, которых очень много разновидностей. Это любые аденовирусные, реновирусные, ротовирусные инфекции, это грипп. Поэтому в связи с тем, что сезонность соответствующая имеет место быть всплеск заболеваемости, в настоящий момент возникает некоторая паника среди населения. Но нужно сказать, что мы в связи с этой эпидемией, прошло два года, и врачи научились лечить коронавирусную инфекцию, естественно, умеют лечить острые респираторные заболеваемости. Единственное должно быть понимание у населения в том, что в связи с тем, что имеется значительный рост заболеваемости, врачи работают с максимальной нагрузкой, врачи перегружены, врачи работают на пределе своих возможностей, и, естественно, сиюсекундная помощь может не поступить. Поэтому элементарно обезопасить себя, запастись на случай инфекции лекарственными средствами, необходимой аптечкой, скажем так. Но жаропонижающие средства должны быть. Градусник, да, и должен быть в семье. Я бы посоветовала еще всем иметь пульсооксиметр, он тоже свободно продается в продаже, нет никакой ажиотажа с этим. Это должны быть обязательно набор санитайзеров, и хлорсодержащие, и не хлорсодержащие. Сейчас их тоже очень много в продаже. Этот набор должен быть, потому что если в семье возникает такая ситуация, заболевает один из членов семьи, то мы должны понимать, что мы должны обеспечить ему определенную изоляцию. Если это невозможно сделать абсолютную изоляцию, но хотя бы одну комнату должен человека изолировать. Соответственно, все члены семьи, находящиеся, должны носить маски, должны обрабатывать руки, должны обрабатываться все поверхности. Далее, конечно, чтобы знать, от чего лечить, самолечение тоже опасно. Необходима консультация врача. Здесь вот сейчас есть такая вероятность, что вы не дождетесь врача в первые два часа, как мы привыкли раньше, в связи с тем, что действительно большая нагрузка на поликлиники. Для этого с нами созданы колл-центры, так называемые в любых поликлиниках. Если раньше в регистратуре в столе справок сидел один человек, сейчас буквально обслуживает несколько человек, до 9-10 человек занимаются ответом на звонки. Звонков все равно много. Много, конечно. И заболеваемость растет, и паника растет. И нетерпимость среди населения по отношению к врачам тоже растет, к сожалению. Люди не всегда оценивают свое состояние, и, как говорит, своя рубашка ближе к телу. Каждый считает, что свой случай самый тяжелый, самый нуждающийся. Но здесь, вы дозвонившись в колл-центр, вам все равно дадут элементарные рекомендации, что нужно делать. Конечно, лечить коронавирус и вирус гриппа это совершенно разные заболевания, соответственно, подход к ним должен быть разный. Поэтому, прежде чем лечить коронавирусную инфекцию, ну, конечно, нужно сделать ПЦР, и нужно знать результат. И, соответственно, тоже есть вопрос. Первый вопрос. Мне много звонят мои родственники, знакомые, друзья по любым поводам. И первая фраза. Нам нужно в больницу. В больницу не нужно ехать всем. Коронавирусная инфекция имеет большой процент вылечивости в домашних условиях. И только очень тяжелые случаи, когда падает сатурация, это насыщаемость кровью кислородом, когда организм не справляется в силу своих, ну, люди, как правило, уже имеют базу, скажем так, других инфекций, да. И это, опять же, должен оценивать врач. Скорая помощь тоже работает, естественно, с перегрузкой. И врачи пытаются оценить состояние. Не то, что пытаются, а оценивают состояние пациента. И если действительно имеются показания к госпитализации, то, поверьте, никто вас дома не оставит. Чтобы не заниматься самолечением, все-таки ваш совет, когда человеку стоит уже, ну, не бить тревогу, да, а задуматься о последствиях и уже непосредственно обращаться к врачам? В какой момент? Задуматься нужно было до того, как заболеешь, вот. Ну, тут же не угадаешь. Это да, я понимаю, но все равно нужно задуматься заранее. Пока у вас есть возможность, чтобы не ходить в аптеке в больном состоянии, вы должны иметь определенный набор. Те же, как я говорила, жаропонижающие, санитарные, аптечка, да. Естественно, обращаться к врачу нужно при повышении температуры выше 38 градусов, когда имеются какие-то, помимо температуры, еще признаки, которые не сбиваются, которые, ну, имеются другие симптомы. Да, ну, в принципе, к врачу, конечно, обращаться нужно всегда. Вот. Весь вопрос в том, что если к вам приходит специалист, меряет сатурацию, меряет температуру, делает назначение, и у вас в тот же день температура, там, в ту же секунду, как у нас все хотят вылечиться моментально, мгновенно, если у вас в ту же секунду не произошло улучшения, это не говорит о том, что препараты не действуют или вас лечат неправильно. Консультироваться своим врачом, сейчас все врачи дают свой телефон и все время находятся на связи, даже если в силу того, что не хватает специалистов к вам, не могут же доктор прийти в тот... ну, постоянно ходить к вам каждый день и наблюдать ваше состояние, поверьте, что все равно это состояние ваше оценивается, вы должны отзваниваться или там отписываться своему доктору, говорить ему сатурацию, температуру, ваши проявления, которые в данный момент вас беспокоят. Ну, как-то так. А чтобы не заболеть, вакцинируйтесь.